У меня студия дизайна, мы работаем уже всем более 10 лет, но недавно посчитал, оказывается 17 лет, я уже в этой теме, вот, время быстро идет, и это очень важная часть, и самое важное, да, что, собственно, у вас так же будет в практике, да, я думаю, что есть многие начинающие дизайнеры, кто-то работал, кто уже работает дизайнер, поднимите руку, есть такие? Есть много, да, кто начинающий, либо учится еще сейчас? Так, большинство, смелее, смелее, ничего страшного, у кого своя студия, у кого уже есть бизнес, партнеры, клиенты, о, здорово, так, один, да, человек, супер, ну, хорошо, самая важная тема заключается в том, что время бежит достаточно быстро, и очень важно, на самом деле, что мы, как бы, несем, да, что мы можем сделать, творческий, он, творческая часть наша, она заключена в чем? В том, в том, что мы, у нас есть какие-то идеи, да, которые мы в себе, как творец храним, да, либо придумываем, и у нас есть ограниченное время для того, чтобы их реализовать, плюс у нас есть клиенты, плюс у нас есть команда, плюс у нас есть различные жизненные обстоятельства, да, потому что не все время мы занимаемся творчеством, а очень часто мы занимаемся, ну, как бы, работой, да, работой для клиента. Моей задачей вообще всю жизнь было делать то, что мне нравится, делать качественные, интересные вещи для меня лично, да, при этом, чтобы мне за это деньги платили. То есть для меня дизайн – это и творчество, естественно, да, но и составляющая денег тоже важна. Кому точно так же, кому деньги в дизайне тоже важны, поднимите руку, пожалуйста. Есть ли такие? Так, а кому только творчество, вот и все. Есть, есть и такие, отлично, супер. У вас спонсор, да, есть кто все это дело? Это хорошо. Ну, на самом деле, есть и такие люди, это прекрасно, когда не отягощенные, да, финансовыми какими-то обязательствами перед кем-то, да, мы можем делать все, что угодно. Но в жизни чаще всего бывает таким образом, все происходит, что, ну, на самом деле, и дизайн классный получается в том случае, когда у нас есть ограничения. Согласны? То есть дизайн, вот выйдя в чистое поле, построить дом или построить какой-то интерьер, это достаточно тяжело сделать. Самые лучшие решения из моей практики получались, когда приходит клиент, когда у него есть некоторые ограничения, когда есть технические какие-то особенности, когда мы вместе начинаем что-то придумывать, креативить. То есть именно дизайн такой совместный. Согласны с этим? Бывает ли у вас так? Так, отлично. Кто-то еще не сталкивался, но столкнетесь. И исходя из этого, самая важная часть, самая важная часть работы, ну, для меня лично, да, это является понимание, что хочет клиент, что нужно для клиента. Потому что дальше, если ты профессионал, если ты умеешь делать свою работу, если ты знаешь, собственно, что происходит и какие процессы должны идти, как ты делаешь планировку, как ты делаешь, подбираешь материал, мебель, как ты придумываешь. То есть в целом, если ты уже насмотрелся, для тебя это понятные вещи, и ты используешь свою творческую фантазию для чего? Для того, чтобы воплотить идею. И одна из самых главных вещей – это именно понять в самом начале, что же нужно, что может быть. Дальше у творческого человека возникает, собственно, в голове, в момент постановки идеи, чаще всего возникает некая тоже своя идея, которую он воплощает. И следующая часть – это уже визуализация, это воплощение техническое, это уже подрядчики, смежники, техническая документация, ну и дальше уже, в принципе, все понятно. Так вот, сегодняшняя наша тема, она касается технического задания. Я в своей жизни совершил, ну, очень много, как бы, ошибок в начале своей карьеры, и у меня была проблема в том, что я не знал, как должно быть на самом деле, как должно оно работать и как вообще дизайн делается. Мне посчастливилось, у меня был такой случай, что когда я начинал дизайн, я попал туда достаточно случайно, попал из визуализации, я делал качественные картинки, меня нашли в интернете, я их выкладывал в интернет, тогда еще не было социальных сетей, как сейчас, тогда были форумы, ну и различные сайты. Я опубликовал свои картинки на сайте, и меня нашли люди и сказали, сделайте, пожалуйста, нам салон красоты. Я говорю, я не дизайнер, да, но они говорят, ничего страшного, у тебя красивые картинки, у тебя есть талант, мы в тебя верим, все нормально будет. Я говорю, окей, и мне это льстило, то есть кто-то оценил там мой условный талант, да, и заказали проект. Это был там условно первый, там, или первый, по-моему, даже заказ. К чему привело, к чему это рассказывает? То есть это хорошая, с одной стороны, история, с другой стороны, мне пришлось сделать четыре, четыре варианта одного и того же кабинета, там VIP-кабинет был, где VIP-мастера стригли. И на самом деле я взял денег-то за один. Вот в чем проблема возникла. И у меня тогда были финансовые трудности некоторые, потому что я не знал, собственно, как и сколько и что нужно делать, и как рассчитать свои силы. Да, я сказал, что я понимал, что я там посижу два дня, сделаю там какие-то идеи, приеду, согласую, теоретически я взял сколько-то денег на чертежи, что-то начерчу, и что-то получится. То есть у меня было, ну не сказать, что впритык, но где-то процентов 30 у меня была возможность такого вот люфта. Когда я приехал, мне сказали, слушайте, все классно, нам все нравится, а можно еще один вариант посмотреть? И я не нашел ничего ответить, ну то есть я сказал, типа, а как бы зачем еще смотреть, а давайте с этим остановимся. Говорит, ну как бы это да, но вот мы хотели же еще это, и мы вам об этом говорили, помните? Я такой, блин, точно. Они мне об этом говорили, но я же нарисовал. Говорит, ну вы согласны, что вы нарисовали не до конца? Ну то есть можно еще что-то придумать. Я говорю, логично, нам можно что-то еще придумать. Ну так идите думайте. Придумайте эту историю. Вы же дизайнер, включите фантазию. Я думаю, блин, мне спорить дороже, пойду сделаю. Так продолжалось, как вы понимаете, сколько раз? Второй, третий, четвертый. На четвертый раз я ехал навстречу, у меня было, по-моему, рублей 15 маршрутки, там маршрутки стоили 15 рублей, у меня вообще не было. И у меня не было шанса не сдать. То есть у меня не было денег на дорогу назад. И когда я уже приехал с четвертым вариантом, я сказал, слушайте, уже, наверное, хватит. Что-то выбирать, что-то принимать. Говорит, окей, нам понравился вот этот. И я смотрю и думаю, блин, нам понравился второй. А почему вы раньше об этом не сказали? Они говорят, ну, как бы, ну, а мы не знали, что надо было остановиться. То есть мы-то говорили, мы просили, а вы делали. Вы как бы не отказывались. Я в какой-то момент понял, что-то тут явно не то. Что-то тут явно не так. И, ну, в итоге все заплатили, все классно, этот салон построили. По-моему, он даже до сих пор работает, не знаю, на улице Верной. Все хорошо. Потом я этому клиенту, значит, сделал квартиру, потом, собственно, пошли дальше заказы через этого клиента. И это как бы был такой поучительный случай, да, такая поучительная история. Но она меня ничему не научила, на самом деле. Я как, я вообще не понял, что со мной тогда произошло. Вообще. Почему? Потому что, ну, хорошо, я посчитал, что просто это было недопонимание между нами, что это не системная проблема. Вообще, слово системное я тогда вообще не знал. Ну, то есть, что надо быть системным дизайном. Я думаю, я сейчас буду рисовать. Я же умею рисовать в 3D. Я умею понимать примерно, что происходит. Я умею там какие-то картинки комбинировать с журналов. Ну, типа, я, значит, дизайнер. Молодец. И люди это покупают. Но все же жизнь удалась. Все отлично. Вот. А потом заказал у меня, значит, руководитель этого салона первую квартиру. Я ему тоже начал делать. А мне повезло, что он знал технические детали. Я, естественно, их не знал, так как я рисовал картинки. В технике я не особо разбирался. Но, как бы, ничего страшного. Я не знал, что надо обязательно разбираться. Ну, собственно, сейчас даже и не обязательно разбираться, если хорошо подумать. Вот. Но если бы я тогда слушал дизайнеров, если бы я тогда слушал каких-нибудь техник, они меня там бы навернули много всего, и я бы ушел там, типа, был бы прорабом, скорее всего. Вот. Но в итоге у меня остались картинки. Мы нашли общий язык с этим клиентом. Опять же, так сложилось. Да. У нас не было какого-то технического задания. Именно понимания задачи у нас не было. Самое главное. Мы креативили вместе. Да. Кто креативит с клиентом вместе в процессе? Есть такие? Есть? Бывает, да. Вот. И мы так же этим же занимались. Это все хорошо, классно. Это очень увлекательная история, очень увлекательное занятие. И мы как бы кайфуем от этого. Супер. Я думал, что... В общем, ему я сделал все отлично. Проблем вообще никаких не было. Он все построил, все принял. Все было супер. Дальше мы поехали в салон покупать свет. Руководитель салона света увидел, что мы молодцы. Сделали классный дизайн. Показали ему картиночки 3D-шки. Он говорит, а кто это вам делал? Он говорит, это я делал с гордостью ему заявляю. Он говорит, супер, а ты дизайнер? Я говорю, ну, как видите. Как сами-то думаете? Говорят, супер, а у меня есть квартира 200 метров. Можешь мне тоже сделать? Я говорю, да, конечно. В общем, у меня первые 2-3 заказа получилось так, что я сделал их вот как бы в общении, на энтузиазме, и все классно. И потом получилось так, что именно вот этот человек, уже следующий, я считал, что я попал в идеальную тему, в идеальную профессию. Но когда я попал вот на эти 200 метров, этот человек, он был сам по натуре такой очень-очень такой въедливый, очень дотошный, очень детальный. Такой инженер, который волновала каждая деталь. И он меня просто вывел в мозг, и там-то я взял маленький кабинетик, а там я условно полгода с ним работал, пока он не сделал этот проект. И тогда я понял, что тут что-то не так. Ну, то есть тут системно уже у меня второй случай, да, такой вот получился. Я понял, что системно что-то не так, и с этим надо что-то делать. Потому что закончилось все чем? Закончилось все, что он мне дал предоплату, а потом вторую предоплату. Он говорит, ну, слушай, я же тут все сам придумал вообще. Я тут все сам придумал, ты бы начертил, да, ну, ты начертил мои идеи. То есть что тут твоего? В принципе, особо ничего. Я говорил, а ты делал. И в итоге он мне не заплатил половину и объяснил так, что типа я сам еще остался виноват. Я тогда, значит, лапшу это все с ушей снял, думаю, ну да, наверное, я еще не до дизайнер. Наверное, что-то со мной не так. Обидно, согласитесь. В такой ситуации можно попасть, естественно. И я подумал, да, что что-то со мной не так. На самом деле, действительно, со мной было все не так. Он был прав. То есть это был хороший урок, такой жизненный. Он заключался в том, что действительно в любом случае, когда клиент нас, собственно, как-то угнетает, что-то нам кажется, что не так, если нам кажется, что клиент вредный, если нам кажется, что проблемы какие-то с сотрудниками уже в будущем, да, в дальнейшем, если там сотрудники что-то не делают, сложно передать задание, клиент нас что-то там тоже гнетет постоянно, что-то не так, то, скорее всего, действительно с нами что-то не так. То есть да, действительно это так. И это первое, что нужно сделать, это нужно принять, что мы чего-то не знаем, мы чего-то не умеем, мы чего-то не понимаем. Это нормально. То есть это самое глупое занятие, что можно сделать, это что я такой молодец, а вот все вокруг чего-то не то, они меня не понимают. Это, в принципе, шаг, ну вообще в целом, в пропасть, из которого возврата нет. из которого, как правило, становятся потом дальше люди, критики какие-то, которые сами ничего не делают, просто говорят, почему другим это не надо делать, почему там, в общем, те люди, которые комментируют, значит, негативно, где бы вы ни были, они найдут причину придраться. То есть, по сути, вот, как бы, это шаг вот к этому. Чтобы этого не было, я смекнул, то есть, достаточно было легко это сделать, то есть, я-то парень сообразительный в целом, и думаю, окей, значит, со мной что-то не так, и надо что-то делать, что можно делать, нужно придумать какую-то тему, систему. Система заключалась в следующем, а если, у меня где проблема возникает? В том, что когда мы договорились, я-то понял что-то свое, и как я думаю, что понял свое классное, а клиент понял что-то свое, и он это увидел, услышал что-то свое. И, наверное, даже вот мне кажется, что когда мы общаемся, вот это, знаете, психологическая тема есть, что особенно у девушек это точно есть, то есть, надо быть чуть-чуть психологом, да, я-то понимаю, да, я вот, я понимаю клиента, вы-то понимаете его, и самое прикольное, что и он вас понимает, но, скорее всего, клиент более опытный в технологии понимания, и он понимает то, что он понимает, что вы не до конца понимаете, что будет дальше. А дальше будет следующее, он сделает все возможное, да, в отношениях, да, в отношениях. То есть, когда он придет в следующий раз, он увидит то, что получилось, он подумает, что мне что-то тут не нравится, и он не согласится, что, как бы, переделки за его счет. Он придумывает все, что угодно, да, объяснив себе в первую очередь, что самому в это поверить, и потом и вам, что надо что-то здесь изменить. И, скорее всего, так и будет, там, в 99% случаев. Это нормально, я бы сам так сделал, и, наверное, каждый из вас точно так же сами бы так сделали. Но бывает, когда ты приходишь, да, ты же не говоришь, да, здесь моя ошибка, там, что-нибудь вам сделали, да, здесь моя действительно ошибка, дай-ка вам еще денег накину. То есть, в любом случае, мозг, мозг наш так устроен, чтобы свои ресурсы не тратить, да, на любое, ну, на любое какое-то занятие. Вспомните какие-то случаи, наверняка они были сейчас, значит, не будем каждого вспоминать, но наверняка они были в жизни, которые подсказывают то, что когда бы надо бы вам было заплатить, да, где-то, но, как бы, вы придумывали себе оправдание, там, что не нужно. Бывало ли вы такое, что сдачу дали лишнее, допустим, и вы такие пошли, типа, надо бы отдать, ну, как бы, ну, нам же дали на халяву, и вроде как и не нужно возвращать. Но всякие такие вещи, все равно мозг нас, или уже возвращаться лень, или еще что-то, мозг нас подсказывает на бытовых уровнях. Здесь то же самое, мы должны это понимать, мы не должны как-то осуждать, в любом случае, людей, и у нас должна быть технология. Технология, я ее придумал, техническое задание, собственно, в чем она заключается, сегодня я вам покажу уже развитую эту историю, но придумал я ее очень просто. Как-то я, раз я получил дом, там, по-моему, был 450 метров, хороший дом на Новой Риге, очень классный, и мы стали общаться с клиентом, собственно, общались, общались, я думаю, дай-ка я не будь дураком, все это все-таки запишу, как-то куда-то запишу, и у него было столько данных, столько материалов, и он говорил, я еще и еще и это пришлю, потому что у меня там какие-то есть интересные предметы мебели, интерьера, то есть у меня есть еще что дополнительно туда включить. Я думаю, сейчас я, если это забуду, стопудово, а я уже вижу по человеку, я тогда немножко уже научился разбираться, я вижу, что этот человек похож там на второго, и будет капец, но и заказ я взять не могу, и мне нужно быть здесь четким, ну, то есть именно начеку быть обязательно, это очень важные условия для меня, потому что иначе я в минус уйду. У меня уже тогда была команда и сотрудники. Одно дело я сам как бы там в минус ухожу, другое дело, что мне людям надо платить, ну, как бы не хочется совсем в минусы ходить. Я думаю, надо что-то делать. И я придумал такую тему, что в Автокаде, ну, в Автокаде же работаете, да, вот, в Автокаде можно делать это в любой теме, не обязательно в Автокаде, я сделал просто в Автокаде. Я просто разместил чертежи дома, и я разместил там стрелочки, значит, то, что он хотел. Я написал прямо там шрифтом, ну вот автокадовским, значит, о чем мы договорились по анкете. То есть я подготовил заранее анкету, и подготовил, написал. У меня получилось, наверное, страниц 15 где-то листов, вот это самое первое техническое задание. Я когда их напечатал, у меня получился альбом. Я тогда удивился, да, что так получилось. Я такой подумал, а что так можно было? Неужели можно вот так вот? И я прихожу к клиенту, я ему продал эту идею, что типа мы с вами обсудили, но нам с вами встретиться еще раз надо. Он такой, зачем? Я придумал концепцию. Надо же обсудить концепцию, правильно? Ну что? А я, естественно, ничего не придумал, я просто собрал все, что мы обсуждали, и назвал это концепцией. И говорю, нам надо это обязательно обсудить. Почему? Он говорит, что-то мы уже все вроде обсудили. Я говорю, да, но это новые, ну типа это новые, это те вещи, которые очень важны. Я вот хочу сейчас показать основные функции правильного технического задания. Видно вам, нет? Это уже материал из сегодняшнего понимания моего, то есть это учебник из моего курса. Я провожу обучение индивидуально, либо в группе, как это все делать, как это внедрить, чтобы не попадать в разные ситуации. Это вот как бы первая вводная часть, да, которую я хочу вам показать, для вообще объяснить, для чего это все нужно. Вот если вы хотите, да, собственно, сделать техническое задание, какие функции она выполняет? Первая – это организационная. Систематизирует все имеющиеся вводные данные в одном документе. Для чего это надо? Сейчас, кстати, обратите внимание, как я строю речь именно системно и как я рассказываю каждый пункт. Это очень важно, потому что то, что я сейчас рассказываю, это презентация. Любую тему, когда мы сдаем клиенту или показываем и делаем презентацию, мы объясняем следующим образом. То есть мы показываем какой-то факт, объясняем, почему он важен именно ему. Это прям важная вещь, которую многие упускают. Если этого не сделать, то, по сути, он такой, ну да, да, но не дойдет в голову. Значит, если не дойдет в голову, он сможет поменять свое мнение в процессе. Так вот, давайте сейчас потренируемся, я буду рассказывать, а вы будете говорить как бы понятно, непонятно и согласно, не согласно. Организационная систематизация всех имеющихся данных вводных в документе. Это понятно? То есть что имеется в виду? То есть мы собрали материал и понятно, польза для чего нужна эта. То есть мы показываем, значит, что мы собрали. Второе, коммуникационная. Помогает дизайнеру почувствовать клиента. Это вот для любителей психологии. Почему я как бы немножко смеюсь на психологии? Ну, как бы не то, что смеюсь, это очень классная штука. Всем нравится считывать, да? То есть кто умеет считывать клиента? Поднимите руку. Клиента там, сотрудника кого угодно, друга кого-то. Есть? Смелее, смелее. Это неплохо, это хорошо. Давайте. Значит, умеете. Отлично. Я тоже умею. Но что нам это дает? Нам это дает очень просто. Мы можем как бы понять что-то. Мы делаем какие-то выводы. Согласны, когда мы считываем? У нас есть какая-то аргументация. И я предлагаю следующее. Я просто предлагаю не оставлять ее в голове и не записывать ее в видимой аргументации, да, какие-то выводы, а переводить их в факты. То есть мы считали клиента, допустим, но он нам сказал. Или мы думаем о нем что-то. И вы просто спрашиваете, правильно я понял, что мы сейчас имеем в виду вот это или говорим об этом. И переводим это в факт физический. К примеру, мы не спрашиваем, как он себя чувствует на там теплой или холодном полу. Мы спрашиваем, то есть вам пол конкретно делает теплый или холодный в итоге? И он записывает, мне нужен пол там деревянный. И он говорит, я бы хотел, чтобы было уютно. Уютно это как в вашем понимании? Расскажите, пожалуйста. Что вы имеете в виду под словом уютно? Или я буду готовить на кухне. А часто вы готовите на кухне? Да, мы часто готовим. Но часто это как? Выясняется один раз в неделю. Или часто, наоборот, каждый день. Утром, в обед и вечером. У каждого часто слово, да, оно по-своему. И наша задача, собственно, вытащить вот это вот понимание, почувствовать и все остальное в факты. Это ключ вообще в целом как бы к успеху. И мы когда беседуем, мы это обсуждаем. И клиент думает, слушайте, дизайнер, а что ты меня типа спрашиваешь? Я тебе сказал же, как мне нравится. Бывает такое, да? Как это все отработать? Очень просто. Вы так и говорите. Смотрите, там, условно, у каждой хозяйки там борщ по-своему готовится. Нам нужно сделать именно как вам приятно, как вы хотите. Я этого не знаю. То есть я по-своему делаю еду, обед, а вы по-своему. Каждый по-своему вообще организует. Чтобы вам было здорово, мы делаем так, как вам нужно. Он такой, окей, да, подходит. Если он говорит, нет, давай, ты что-нибудь придумай, нарисуй, ты дизайнер, то мы тоже должны будем это обрабатывать. Но это тема отдельной истории. Сейчас это не касается. Эта тема. Итак, коммуникационная. Мы, когда записали все как надо, задали те вопросы, которые нам нужны, мы можем уже не чувствовать клиента, а именно понимать факты. Это понятно? Согласны? В чем еще важный момент здесь? В том, что если у вас сотрудники, тут вопрос, скажем так, не если, а когда они у вас появятся. То есть если кто-то будет работать дизайнером, вы увидите, как только вы возьмете два заказа или три, нет никакой возможности физической. 24 часа в сутках, и надо еще спать немножко и есть там, личной жизнью гулять. Нет никакой возможности делать это все самостоятельно. Да и не нужно. Почему не нужно? Потому что задача дизайнера какая? Общаться с клиентом, придумывать дизайн. Технические вещи, технические моменты по-любому надо делегировать. По-любому. Почему? Потому что есть люди, которые лучше это делают. Просто это факт. Мы не можем все делать одновременно хорошо. А наша работа как дизайнера по стандарту профессии заключается в том, чтобы, собственно, придумать, обсудить, согласовать, то есть самые дорогие вещи. И таким образом мы увеличиваем свою стоимость на рынке, качество себя, свое качество на рынке увеличиваем и становимся более крутым специалистом, которому платят в два, в три или в десять раз больше. Потому что стоимость разброса цен на рынке кто-то делает за 300 рублей и ему не дают заказы за метр, а кто-то делает за 30 тысяч и у него очередь. И такие люди есть, вы их знаете. Так вот, наша задача, собственно, расти. Рост идет не через то, что я все-все-все-все-все сам делаю, а через делегирование в дальнейшем. Но опять же, это тема следующая, там, следующая история. Самое важное на данном моменте коммуникационное, то, что вы, когда работаете с сотрудником, вам не надо быть испорченным телефоном. У вас уже есть готовое задание, ему не надо дополнительно чувствовать. Вы-то умеете чувствовать клиента, а он не умеет, сотрудник. А ему нужно чувствовать не клиента, а как вы почувствовали клиента. Согласны? Это как-то не очень клево. Поэтому вы говорите, слушай, дружище, сделай просто тупо паркет, а вот здесь делай плитку. И все, не парься, вот так сделай. Мы уже это обсудили, клиент согласовал, пожалуйста, вот так. Такой, все, окей, понятно, черчу. То есть ему и думать-то особо не надо, это уже техник. Так. С этим окей? Следующее, информационное, мое любимое. Значит, здесь мы можем… Структурированные задания являются единственными источниками информации, необходимыми для выполнения проекта дизайнером. Альбом-то заявляется незаменимым документом, к которому можно обращаться в процессе проектирования для решения спорных моментов. О чем мы здесь говорим? О том, что когда мы с клиентом это согласовали, эту условную концепцию, как она выглядит, как она работает, мы ему показали. И он говорит, да, во-первых, я тут могу что-то, ну, как бы обсудить, да, что мне не нравится. Во-вторых, он согласился, в итоге он ставит подпись, и мы идем дальше. И когда в середине проекта возникает что-то, а так бывает всегда, что типа я что-то хочу поменять, я не так думал, возникают какие-то такие вот терки, которые были, что типа, а я-то все думал по-другому. На самом деле он, конечно, он думал по-другому, и он передумал в процессе, все это понимают. Это нормальная история, вы ему так объясняете, это нормально, так бывает. Но поймите меня тоже, то есть я за то, что вы передумали, тоже не должен отвечать. У меня было задание такое, я уже сделал и переработал. И это все у нас есть в документе в одном, который является по сути вам, ну, доказательством того, что так было. Дальше уже у нас есть возможность и желание или нет желания, собственно, спорить с клиентом. То есть тут уже зависит, сейчас я объясню важную вещь, что тут зависит от того, как вы хотите построить отношения с клиентом. Если это первый заказ, ничего страшного, можно потакать всем капризом, просто чтобы он был сделан. Если вы хотите денег заработать, то что я спрашивал, то вы не можете это делать физически, потому что, скорее всего, в минус вы уйдете. Если вы хотите реализовать проект и опубликовать его в журнале, то тоже, скорее всего, будете потакать его капризом, делать все, что угодно. Но если вы хотите реализовать, чтобы это было качественно, то это тоже повод, ну, собственно, не как он хочет, а чтобы при этом было качественно, да, как в вашем понимании. То это повод, значит, обсудить и сказать, что так будет плохо. вот у нас появляется три позиция три выбора и в чем здесь самый главный фокус когда у вас это все оформлен документ в концепцию и вы это обсудили вы уже принимаете решение не клиент принимает решение за вас а вы как вы будете действовать дальше вы смотрите альбомчик договариваетесь с них вы согласны что было так а стало вот так согласно или нет нет не согласен приם давайте смотреть смотрите в итоге и где я щас не со spr needs и будет денег вы просто поймите меня правильно я хочу просто утвердить одну простую вещь что мы договорились об этом и часто другой получилась вы короче добивайтесь да это он говорит который согласен что ты худ здесь не кота нет нам доказoped то есть нам нужно было это обсудить то есть нам нужно сейчас зафиксировать что мы пошли не туда теперь смотрите обычно это стоит нам столько то денег допустим изменение вот те который мы сейчас То есть, говорим, стоит, допустим, дополнительно 20 тысяч. Блин, а что так много? Ну, это вы цену уже обосновываете, почему так? Вы согласны? Говорят, ну, нет, я не хочу 20 тысяч. Я у вас не прошу денег сейчас. Я просто хочу понять, что эти изменения столько-то стоят. 20-ку. Ну, ладно, понятно. Окей, услышал вас, понял. Говорит, смотрите, я хочу, моя задача какая? Моя задача реализовать проект. Ну, просто вы это говорите как есть, да? Или моя задача, чтобы там отношения с вами не испортить. Но вы видите, что 20-ка в минус. Я беру ее на себя, можете это сказать. Это нормально, если у вас такие задачи. Что этим самым происходит? Что это не подарок, бесплатные изменения, а конкретно вы, ну, как бы, клиент уже чувствует себя напряженным в этой ситуации. То есть, вы ему сделали подарок. Это дизайнер, который клевый и который сам на себя взял 20-ку. То есть, по сути, 20-ку подарил ему. Такой, блин, ну да, в следующий раз я буду внимательней. То есть, можно так поступить. Тут очень много психологических моментов есть, очень много разных. И в зависимости от вашей цели и задачи, вы можете с ними оперировать совершенно по-разному. То есть, эту же ситуацию можно и выправить в другую сторону. И это происходит, если у вас это все есть. Если идет конфликт, такое тоже возможно. Вы уперлись. Говорите, у меня нет физических денег, давайте что-то придумать. Вы говорите, а я тоже не готов платить, мне кажется, вы меня обманули. Ну, клиенту может так показаться. Тогда у вас есть юридический документ конкретный, подписанный им. И по этому юридическому документу практически клиент не может доказать, что вы сделали что-то не то. Ну, то есть, очень сложно это будет сделать, потому что, ну, потому что вы сделали то, что надо, и ему придется доказывать, что он получил не то, что хотел. И в итоге, даже если вы принесете техническое задание в суд, даже если до этого дойдет, вы спокойно судей и всем, любым экспертам объясните, что вот было задание, оно подписано, и вот моя работа, она соответствует этому техническому заданию. Это очень важная штука, и на самом деле не стоит бояться, ну, то есть, можно пройти спокойненько в суд и все это доказать. В этом, как бы, проблем особо не должно быть. Для чего это нужно? Я вас не призываю идти в суд и судиться со всеми. Конечно, лучше конфликт решать, в любом случае лучше даже деньги дать. Не в этом дело. Дело в том, что при таком обстоятельстве, как я сейчас объяснил, насколько вы почувствуете себя спокойнее и увереннее, как вы думаете? Согласны, что это очень ценность? То есть, ценность здесь именно то, что у вас внутреннее спокойствие есть, что у вас нет неудобного вопроса, у вас нет неудобной темы, вы все четко знаете, у вас все по полочкам. О чем это говорит? О том, что вы будете и продвигать, и рассказывать, и рекламировать себя с уважением к себе, и это чувствуется. То есть, когда вы рассказываете это не как-то там, вот подпольно, еще что-то, и сомневаясь, а когда вы четко уверены, что вы делаете. Это чувствуется везде и всегда. И когда клиент вас слышит, он думает, да, это профессионал человек. То есть, другие что-то меня там крутят и мутят, а даже на собеседовании предварительном, если вы все расскажете, как есть, и расскажете все, как будет. Можете так сказать, сейчас мы поступим следующим образом. И расскажете все, как будет. Вот как будет дальше. И расскажете. Он говорит, да, я чувствую, человек знает, что делает. И тогда у вас все будет хорошо. Поэтому юридическая часть. И вспомогательная помогает клиенту еще раз посмотреть детально. Оформленный концепт предстоящего проекта, чтобы внести необходимые изменения, добавления. Ну, это уже функция, собственно, концепт. То есть, я говорю, что это концепт, это работа. А вообще техническое задание, оно стоит денег, оно стоит 20% от всего проекта. И я объясняю, почему ему выгодно это заплатить, а мне выгодно его сделать. И в этом случае получается всегда, практически, когда я показываю презентацию, есть технология показа этой презентации. Заключается она в том, что мы смотрим каждую картинку, объясняем, обсуждаем, все ли то, о чем мы договорились, здесь отображено, либо нет. И в этом случае он уже такой говорит, да, окей, мне все понятно. И чаще всего бывает, что есть какие-то изменения, дополнения. Почему? Потому что мозг так устроен, что ты не можешь придумать все это дело сразу. То есть, идет последовательное создание даже концепции и идеи. Вот это вот вся польза того альбома, который я сейчас покажу, который несет. Пока все понятно? Интересно? Отлично, это самое главное. Так. Это, да? Вторая картинка нужна? А? Вторая нужна? Так, а что там было? Вот это. Ну, давайте, да, мы ее попозже немножечко. Это то, что, ну, вы можете, да, давайте сфотографировать, если хотите. Это вся входящая информация, которая необходима для составления технического задания. Несколько пунктов. Анкетные данные. То есть, вы заполняете анкету. Анкета у вас должна быть, соответственно. Второе. Технические условия. Кто знает, что такое технические условия? Есть? Технические условия. Никто не знает? Технические условия. Без них работ практически, ну, вообще невозможно, вы должны их запросить обязательно. Технические условия – это те требования, которые предъявляют перед клиентом, либо перед вами как дизайнером, дополнительные технические условия, помимо норм действующих правил и законодательства. В компании, ну, или в… не в компании, в управляющей компании, да, может быть, в коттеджном поселке могут быть дополнительные какие-то нормы и правила. То есть, нельзя изменять фасад дома, нельзя изменять там какие-то внутренние коммуникации, нельзя делать какие-то трубы диаметром, который вы хотите. Можно делать напором и диаметром, который там есть, ну, чтобы было. Чтобы проходила вода под нужным давлением. То есть, эти технические условия, если не взять, то, скорее всего, проект не будет соответствовать. Понимаете, о чем я? Вы их должны запросить, как бы не вы, у клиента. Если этого не запросить, ваш проект будет, он как бы он будет, но он будет бесполезен для клиента, потому что он, по сути, не будет… Он не сможет его физически воплотить, либо это будет очень дорого. И это наша работа, многие дизайнеры почему-то это пропускают. Нигде, я ни разу не видел, чтобы где-то кого-то учили этой теме. Вот вам же тоже, получается, не говорил, да, никто про такие штуки. Анкеты все знают, что есть? Анкета знает. Фотофиксация, фотки, да, и обмерный план. А вот технические условия многие выпускают. А это важнейшая часть. В моей практике был случай, когда мы сделали проект, и мы говорим клиенту, давай технические условия. Он говорит, да там все схвачено, там свободная планировка, все нормально. Мне менеджер сказал, что все будет нормально. Такие, мы-то знаем, что будут проблемы. Я говорю, подпиши тогда. Ну, то есть, иди, сходи, узнай. Такой, не, мне лень. Тогда подпиши, что, типа, к нам претензий нет. А он взял, подписал, что к нам претензий нет. А потом мы ему сдали проект, он приходит в управляющую компанию, говорит, вот мой проект, согласуйте мне, пожалуйста. А им говорят, 500 тысяч. Говорит, за что? Ну, смотрите, у вас это, это, это не совпадает. Вот, он такой говорит, так вы же говорили, что можно. А кто вам сказал? Ну, там менеджер такой-то. Не знаю, типа, такого нет или такой не работает. А в итоге выяснилось, что это нормальная такая ситуация, управляющая компания заработает себе 500 тысяч. Он такой, говорит, ну, пойду судиться. А они говорят, ну, иди судись. Типа, какая разница? То есть, тебе строить надо или судиться? Говорит, блин, ну да, мне строить надо. Ну, и в итоге чего? Он там, я не знаю, сторговался, не сторговался. Но была такая ситуация. Ну, как бы не хочется говорить, мы вас предупреждали. Ну, типа, так и было. Вот, поэтому предупредите клиента, и вот эту историю вы можете рассказать. План БТИ, да. План БТИ, может быть. Но, а что вы с планом БТИ сделаете? Должен быть планом БТИ как изначальное техническое задание. Техническое задание, план БТИ. Там, да, что по плану БТИ? Давайте узнаем, что мы по плану БТИ можем узнать? Мокрое зону. Несущие стены, еще что? Мокрое зону, отлично. Что еще? Метраж. Еще? Вентиляция. Ну, то есть, да, самое главное в плане БТИ – мокрые зоны и несущие стены. Но в целом получается, что метраж нам сильно не нужен, мы перемеряем. И что еще? Больше особо, по-моему, нам ничего оттуда не нужно. Мокрые зоны – да, и несущие стены. Это документ, действительно, с которым мы работаем дальше. Дальше мы переходим на объект, делаем обмерный план и делаем фотофиксацию. Узнаем технические условия, и все это дело у нас является единым ограничением. Так, без этого мы сделать не сможем. Когда мы это все сделали, самая главная фишка – это анкетирование. Анкетирование учили вас делать, проходили вы, нет? Нет? Так, а вы дизайн научитесь? Кто дизайн научится? А кто уже прошел тему технического задания, как бы первое вот это вот, понимание задачи? Есть у вас такое, нет? Нет? А какая у вас тема, интересно? А? Была. Анкетирование было. То есть, у кого-то было, у кого-то нет, да? Окей, ну, короче, первая тема – это тема анкетирования. Для чего она нужна? То есть, ты садишь с клиентом и начинаешь спрашивать, что ты хочешь. Как правило, это… Ну, у нас это 300 вопросов, то есть, кто-то просто беседует, но тогда техническое задание будет неполным. Вот. А кто-то действительно задает вопросы, ну, все, детально, которые нужно. Занимает эта история достаточно долго, то есть, надо подготовиться. Занимает она минимум 2 часа, минимум самый. Иногда неопытные дизайнеры делают это часов 8. То есть, целый день могут сидеть. А? Не-не, это вот просто беседа. Иногда и клиенты так увлекаются, и дизайнеры, и вот мы просто отправляли наших выпускниц. То есть, мы обучаем дизайнеров, все это они знают, и я говорю, давайте, там они, девчонки, езжайте, ну, к клиентам, допустим. Я говорю, давайте сами, все нормально у вас будет, я в вас верю, все получится. И клиенты довольны. И они сидят, ля-ля-ля-ля-ля-ля целый день. Я говорю, ну, вы молодец. Говорят, ну, нам было так весело и интересно. Я говорю, ну, ладно, лишь бы на пользу. Но в целом 8 часов – это много. То есть, это в целом, ну, не бизнес, это такое получается. То есть, как бы хорошо, если клиенту тоже хорошо. Но кто-то может просто сказать, что-то долго. Они пошли просто разговаривать, там, по душам. Может быть, это не нормально, но это не работает. Вот. В итоге, короче, два, ну, максимум четыре часа, в идеале, в два вписываться. Что происходит? Наша задача на этих двух часах быть отличным переговорщиком и, значит, не давать клиенту. Если клиент уходит куда-то не туда, то есть, надо его возвращать. Здесь нам поможет интервью, которое мы можем смотреть. И, в принципе, здесь навык ведения интервью очень помогает. Понимаете, что такое навык интервью? То есть, вы ведете, вы должны договориться изначально, что для этого нужно вот эту твердую позицию иметь. Давайте с вами договоримся. Смотрите, то есть, вы, это, кстати, работает тема и в совещаниях, когда вы приходите, там, молодая девушка или молодой человек на объекты, там, вот такие вот мужики все, там, за 40 лет, и такие, мы тут 20 лет работаем, что ты нас будешь учить? Вот. Это очень хорошо работает, когда вы берете на себя, как бы, когда все вам делегируют ответственность за эту тему. И все соглашаются, что это важно. Это первое, что нужно сделать. Приходишь на интервью, говоришь, смотрите, ну, и особенно, когда ты видишь, что люди очень, ну, хорошо говорят, да, то есть, и им нравится это все, вся история. То есть, многие очень восторжены, типа, ой, дизайн я заказываю, как все клево. Вот. Но вспомните, там, врача, да, у вас там все по чек-листу. Примерно то же самое. Вы приходите и говорите следующее. Ну, или если видите, что клиент отвлекается. Вы говорите, что, смотрите, у нас времени, ну, то есть, всего, сколько у нас есть времени? Там, два часа. То есть, у нас 300 вопросов, вот два часа. И смотрите, сейчас, как обычно, да, если мы будем долго беседовать, то мы можем там на 8 часов сидеть. Вы же 8 часов сидеть не хотите? Говорит, нет, не хочу. Говорит, я тоже не хочу. У нас есть возможность сделать это, там, часа за два с половиной, а может быть и за полтора, если повезет. Но единственное, должны быть некоторые условия. Давайте вот как сделаем. Смотрите, мы сейчас дадим мне образы правления, и вы просто, ну, как бы не будете обижаться, да, если я буду вас где-то обрывать. Это нужно не чтобы вас, как бы, не чтобы вы почувствовали себя, там, скажем так, не очень хорошо, да, а чтобы мы просто вписались в полтора часа. Мы же хотим вписаться в полтора часа? Хотим. Все, мы договорились, говорит, все, поехали. И теперь у вас уже есть право управлять процессом. Вы взяли на себя это право, это обязанность. И каждый раз, когда там что-то будет, говорит, все, стоп, давайте договоримся на каком-то сигнале или еще каком-нибудь, что, типа, мы идем дальше. Ну, то есть, клиент такой, а, понятно, все. Потому что клиенты заговариваются. То же самое делается и настройки, как я сказал, выше. Когда мы все договариваемся, что я понимаю, что вы замечательные профессионалы, да, но моя работа в следующем заключается. Мы должны записать сейчас то, что делает на следующую неделю. Давайте договоримся, что если мы не запишем, то в целом мы ничего не сделаем. Мы сейчас, каждый расскажет свою историю, мы посмеемся, похохочем полтора-два часа, но в следующий раз, когда мы придем через неделю на объекты, клиент спросит, что мы сделали, окажется, что кто-то сделал что-то свое и никак не связанное. Мы же не хотим не связанное делать. Такие, нет, не хотим. Тогда давайте вот я буду управлять процессом, меня учили на это, я менеджер проекта. Я буду записывать все. Да, нормальный, смышленный, отлично, давай, все, так и делай. И все, теперь у вас есть право делать все, что надо. И за это право, в принципе, клиент будет платить. Обычно такая услуга стоит 70-80 тысяч, что очень неплохо за один выезд в неделю. Потому что никто другой на объекте не умеет этого делать. Менеджеров нет. То есть есть строители, есть там поставщики, есть кто угодно, но нет человека, который возьмет на себя контроль вообще. А вы говорите, я дизайнер, я буду и авторский вести, и я буду контролировать всех. Не отвечать за их качество, а делать так, чтобы они все делали вовремя, ну как бы по чек-листу. А если кто-то что-то не сделает, у меня будут заметки, где будет показано, кто что обещал и кто почему не сделал. Кого мы уволим на следующей неделе, кого оставим. Крутая тема. Дополнительный заработок. И этого никто не сделает. И эту штуку вы можете рассказать на первой встрече с клиентом, объясняя, как вообще дальше пойдет процесс. Как вы думаете, какова вероятность, что клиент выберет именно вас уже, да, когда другие дизайнеры будут ему парить тему, какую мы плитку будем выбирать. Да какая разница, какую плитку. То есть важно, как мы это все реализуем дальше. Плитку-то мы выберем, это само собой. То есть таким образом, просто добавляя вот эти элементы в дальнейшие итерации, то есть это процесс, сценарий, мы можем очень хорошо работать с клиентом и объяснять ему, что будет и как мы будем делать. Но я вижу, что вам уже не терпится посмотреть на техническое задание. Но поверьте мне, это вы посмотрите, условно говоря, можете. У нас есть и YouTube-канал, это вы можете все посмотреть. Но то, что я сегодня рассказал, это самое важное. Если вы это вспомните и увидите, услышите потом дальше в работе с клиентом, вспомните просто сегодняшнюю встречу и говорите, блин, точно, все было именно так или все будет именно так. Если у вас получится следовать неким рекомендациям и советам, то это сэкономит вам, не знаю, десятки тысяч рублей, наверное, там, и сотни часов вашей жизни. Поэтому сегодня, по сути, я вам подарил несколько дней жизни. Так вот, значит, что происходит, как выглядит техническое задание? Мы придумали вот такой шаблон. Мы долго спорили с дизайнерами, типа еще одни, короче, люди, которых я очень сильно люблю, это графические дизайнеры, программисты, графические дизайнеры. Наверное, так же люблю, как дизайнеров любят клиенты или строителей. Вот. В чем суть? Дизайнеры, они молодцы, они хотят всегда все приукрасть. Их работают, типа, делать красиво. Я понимаю, что у дизайнеров есть задача сделать красиво, но у нас еще есть задача следующая, чтобы ко мне приходил молодой сотрудник. Сейчас я объясню вообще, в чем тема, вы поймете, почему это техническое задание выглядит именно так. Так, моя задача какая? На первом курсе, на первом модуле, у меня есть первый модуль, значит, где я учу людей делать такое техническое задание, общаться с клиентом. Он проходит месяц. Моя задача за месяц выучить специалиста до такого уровня, чтобы он умел делать это техническое задание. То есть он приходит к клиенту вместо с моим обмерщиком, берет интервью, собирает техническое задание и сдает его мне. То есть для меня это техническое задание на 100 метров в квартиру, допустим, сколько оно может стоить? По 3000 рублей. На 60 тысяч рублей мне стоит такое техническое задание. Клиент мне платит за то, чтобы я его составил. Делать его примерно 5 дней. Плачу за 5 дней я 1015. То есть 45 тысяч чистый мой выигрыш здесь. То есть я беру человека за 15 тысяч, с клиента беру 60, 45 у меня получается. Понятно выгода? И человеку выгодно, ну, как бы за неделю 15 тоже неплохо заработать. Почему нет? Начинающий дизайнер, он общается с клиентом, он работает, и у него получается в месяц сколько там получается? Сколько? 5, 60, да, получается? Что очень неплохо. Это можно делать удаленно. Ты собрал задание, сиди себе, чай пей, делай, собирай картинки. Кайф же. Вот. И моя задача в чем была? Чтобы таких людей, мне нужно было много, чтобы они это делали. И моя задача была так, чтобы технические моменты их не беспокоили. Потому что большая проблема здесь, что как только человек начинает выравнивать вот эти вот столбцы, у него все едет. И мы придумали такую, ну, едет и просто разрывается, да, в графических программах. Понимаете, о чем речь. Вот. Собственно, с содержанием они справлялись. Это несложно. Любой вменяемый человек может написать, что происходит. И наша задача технического задания была оформить именно в одном формате, чтобы человек не имел возможности просто что-то испортить. Ну, как в Фейсбуке или где-то ты закидываешь фоточки, да, и там ты не можешь сменить эти самые. Поэтому все выглядит однородно, все выглядит одинаково, и поэтому они миллиарды там рекламы продают. Потому что это всем нравится, и все кайфово. Здесь примерно такая же история. То есть мы сделали такой шаблон, который как книжечка сделан. Вот содержание. То есть ты меняешь просто вот эти вот зоны, то, что написано. И мы отдаем этот шаблон как раз дизайнерам, которые у нас учатся. Говорим, заполняй их, делаешь. Если ты проходишь тест, даешь это вовремя, то мы тебе даем заказы на эту историю. Все, будешь клепать их, будешь дизайнером, захочешь следующую планировку делать, будешь, значит, следующий модуль пройдешь и будешь там делать. Вот такая система у нас получилась. Вот это, кстати, делали как раз-таки ребята. Я здесь был дизайнером в этом проекте. Это техническое задание делали ребята как раз за неделю, которые ездили, обмеряли и сами все сделали. То есть я в данном случае уже горжусь тем, что как бы не я сам делаю, а люди делают по моей технологии, получается не хуже, а, наверное, даже лучше. То есть я такое задание ни разу еще не собрал. То есть я его придумал, да, но я его не собирал. Зачем мне? Вот, значит, в чем здесь суть? Первое, что нужно в техническом задании, это графический референс, вот этот вот главный. Что это такое? Когда мы начинаем беседовать с клиентом, это, кстати, по анкете тоже, сюда попадают все данные из анкеты. Мы спрашиваем, в целом, есть ли какая-то картинка, которая вам нравится, там условно процентов на 70-80 подходит, от которой мы можем отталкиваться. Эта картинка у нас является таким как бы базовым образом. Чаще всего такую картинку можно найти. Вот в данном случае это вот такой вот интерьер. Я говорю, окей, на что похоже? Классика с элементами роскоши, применение декоративных средств, характерных для ампира. Мы видим, да, что здесь происходит. Я говорю, окей, к этому мы стремимся, правильно понимаем? Я говорю, да, примерно так. Дальше, идут технические темы. Задача. Я пишу, какая ваша задача. Там кто живет, чего делает. Ну, понятно, что тут тонко. Тоненькие буковки, но не суть, я сейчас проговорил. Основная концепция, цвета, мебель, материалы, хранение. Что дополнительно? Да не надо, мы быстро пройдем. А, вот, окей. А я думаю, нет, не получится. Тут же выше ограничения. Да, хранение дополнительно. Ну, тут они пишут, собственно. Я здесь пишу, ну, собственно, это тоже, это личные все-таки данные тоже клиента. Я просто вам разделы даю, а вы свое записываете. Записывайте в том формате, который у вас есть. То, что я сказал выше. Не эмоции, а факты. Дальше. Хранение. Спорт инвентарь, хоккей, лыжи. Вот, гитара. Мы записали, что у него здесь есть. Освещение, двери, окна. И эти данные я беседую с ними, показываю картинки из портфолио и записываем. Инженерная система, функциональные зоны, что будет. Здесь мы записываем просто его данные, что он хочет. Дальше мы идем по материалам. Я говорю, окей, какие материалы вам нравятся, на какие вы рассчитываете? Он говорит, пол вот такой, мраморный мне нравится. Понятно. Для отделки пола. Какая-то розеточка, понимаю, тоже нравится. Кстати, здесь бы неплохо было записать, что розеточка. Массивная доска. Преимущественно на втором этаже. Цвет больше нравится на этой, чем на левой. Вот это, кстати, комментарии, видите, нижние. Техническое задание сделано таким образом, что мы его показываем. Я уже об этом говорил. И тот комментарий, который вы видите, нижний, это уже комментарий на клиента, когда я ему показал. Я сюда дописываю, чтобы мне не переделывать. Я сюда дописываю. И это информация для дизайнера, который будет дальше делать. Для меня, чтобы я не забыл, моя пометка. То есть мы показали, обсудили. Здесь комментариев не было, а здесь было. Дальше мы идем по материалам. Обсуждаем, какие материалы нравятся, какие применяем. Вот, видите, смотрите, что мы здесь делали. Не я. Задача дизайнера, который делает это техническое задание, его задача подобрать из интернета картинки, которые, как ему кажется, подойдут для этого интерьера. Что он делает в этом случае? Он говорит, вот это подойдет или не подойдет, вот это подойдет или не подойдет. Подойдет, нет. И оказывается здесь не нравится, не нравится, не нравится, не нравится. То есть здесь мы полностью промахнулись. И это нормально, это хорошо. Потому что мы обсудили с клиентом, вот это не делать, все, окей. И еще один блок, не нравится, не нравится, не нравится. Отлично, ничего страшного. Это нам тоже не подойдет. Не нравится вот это, не нравится вот это. Не нравится, не нравится, все, супер. Дальше теперь что нравится? Ну, то есть круто же понять, что не нравится. Но мы попытались. А вдруг ему это бы понравилось что-то, да? Ну, то есть почему нет? Он говорит, нет, не подойдет. Атмосфера. Ну, собственно, тут он пишет, что подходит. Дальше. Вот как здесь нравится, но золото поменьше. Вот атмосфера. Ну, в общем, мы записываем все это дело, показываем лестницы. У нас по каждой зоне дальше будут тоже картинки. Как выглядит лестница, как выглядят элементы. 15-я уже страница. Опять маленькие картинки мы подбираем. Там какие-то наши работы, какие-то не наши. Вот это наш, допустим, проект, это тоже наша визуализация. Это не наш вообще, это наш, не наш. Ну, то есть мы спокойно можем любые, и наши, и не наши показывать. Чувствуется, какой примерно стиль должен быть? Чувствуется? Я вам потом покажу, что получилось. Хотите? Если вы еще не видели. Сейчас вот смотрите эти картиночки. Вот так вот мы записываем, обсуждая каждую картинку детально. Элементы классики интересные, идея хорошая, но не такой шкаф. Это тоже хорошо. А я такой, а что не так в шкафу? Ну, типа, что-то не так. Здесь, на самом деле, лучше дописать было, спросить, а что не так в шкафу? Ну, то есть, тут видите, тоже можно глубже идти, и правильнее было бы идти глубже. А вот подсветка нравится, смотрите, его нашли, наконец, что человеку нравится. Прикольно. Книжный шкаф темный, вот он. Запомните, он, кстати, будет похожий. Вот, вот эта тема будет. У него там есть второй свет. Может быть, кто-то видел, кстати, этот проект у нас. Кухня. Пошла кухня, поехала. По каждой зоне. Не ленимся, не стараемся делать быстро. Нам лучше здесь, как говорится, 7 раз отмерить, один потом отрезать. Каждую деталь. Так, вот нравится такая штука, такая, такая. Нам это не сложно, Pinterest нам в помощь. В чем проблема? Так, обсудили, спальни пошли. Успеваете, да? Идею, идею главную, самую главную идею. Кабинет пошел. Это не кабинет, этот самый, комната, по-моему, детская, детская, там, старший ребенок. На юристы учатся. Так, там девочки. У клиента, кстати, прикольная семья, у него 6 детей. Двое близняшек. То есть, двое-двое и еще двое. Вообще прикольно. Мы для них делали. Ну, очень прикольный так и получился. Ванна пошла. По ванной. Все, по ванной в целом понятно, да? Вот классика с такими штуками. Вот ванна. У него, кстати, там вот такая вот, запомните, такое вот освещение. Мы знали уже, какая конструкция дома, потому что у нас была фотофиксация. И у нас была обмера, да, были. Мы уже знали, что вот эта штука стоит показать. Атмосфера нравится, все супер. Атмосфера нравится. Ванна, я сказал, что напротив окна это самый кайф, когда ванна. Я говорю, да, это супер. Мы согласны. Вот, говорю, вот давайте так, 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 вот что-то такое. Он говорит, окей, все подходит. Ванна, в общем, куча вариантов. Раковин, всяких, видите, кстати, разных. Такой, такой, такой вариант. Мне же не сложно это показать? Не сложно. Но я сразу понимаю, нравится или не нравится ему. И дальше, по сути, вы понимаете, что креатив у меня получается достаточно простой. Мне нужно понять, что нравится, что не нравится. И попытаться творчески это все соединить, либо разъединить. Это современный у него стиль. Почему я привел? Потому что в современном стиле у нас получилось, ну там он заказывал, короче, для ребят современную тему. Так, ну ладно. Тут, наверное, утомлять особо не буду. Прачечную тоже показываем. Идем дальше. Дальше. Витражи, кстати, вот ему витражи понравились очень. Мы поняли, что надо делать. Такие всякие штуки. Вот такая штука есть, сейчас увидите. Люстры пошли. Еще один момент хочу отметить. То есть, если бы мы пришли сразу и начали бы показывать, мы бы никогда в жизни не закончили эту историю. Мы сначала собрали данные, а потом подобрали, понимаете? То есть, при этом я и назвал это концептом. А что за концепт? Вы же все это обсудили. Да, но мы-то подобрали потом, мы работу сделали. Типа, почему это денег стоит? Ну потому что это уже работа. Ну и это спокойно. Более того, я говорю, смотрите. Вы же понимаете, что с таким альбомом, если даже на крайний случай вы подумаете, что вы не хотите больше с нами работать по каким-то причинам, вы же понимаете, что этот альбом это по сути все, что вам надо. Вы можете взять даже сами себе дизайнеров каких-то, чертежников уже, они вам все это по сути начертят. То есть, самое главное, у вас есть понимание. Как вы думаете, понимание вообще стоит там столько-то денег? Ну, конечно, стоит понимание всего. Всего, что мне надо. Здесь все собрано, просто бери, оформляй. В принципе, даже какой-то вменяемый человек, если он более-менее со вкусом, он даже и сам может что-то составить. Здесь и чертежника, да, и более-менее собрать. Ну, то есть, если совсем хочется экономить, можно и так поступить. Так, и вот дом. В техническое задание мы обязательно добавляем картинки с того, с места происшествия. Зачем, как вы думаете? Фотки. Как вы думаете, зачем? А? Сказать, как вы. Зачем? Потому что, как вы думаете, как вы думаете. Да, ну зачем это в техническое задание? Понимать, как вы помещаете, а потому что вы не понимаете. Понимать, поняли. Кто должен понимать? Дизайнер. Который, ну, который будет что? Который будет работать, да. И визуализатор тоже, он должен понимать, как здесь есть. То есть, нам не нужно. То есть, я хочу, чтобы вы тоже думали сразу же на будущее, как вы будете физически делать этот проект. То есть, если вы будете делать для себя, ну, в целом, обычно как мы делаем? Мы думаем, что типа я совсем справлюсь, я все запомню. Вот это большая ошибка. И к чему эта ошибка ведет? Не ошибка, как бы такое вот заблуждение. И нам кажется, что мы все запомним. На самом деле, наш мозг забывает 80% информации после первого часа. Просто тупо забывает. Это закон такой, это физическое ограничение у нас. Если там мы не записали, все досконально. Просто забывает. То есть, что-то у нас точно вылетит из головы. Вот. И когда мы делаем сами что-то, да, у нас мы понимаем, что мы попадаем на то, что что-то мы забудем. А что будет случиться, если мы забудем? Очень просто. Нам попросят переделать. Это часы нашей жизни, которые не купишь даже за деньги. Поэтому очень здорово быть внимательным. Что дальше? Дальше мы это передаем. И когда ты понимаешь, что будет человек дизайнер и визуализатор, это два человека, нам не придется каждому отсылать папки просто тупо. Мы им отсылаем один раз это техническое задание и говорим, вот это твоя работа, твое задание. И что у нас происходит? У нас происходит вот это техническое задание становится заданием для них. И если они что-то накосячить либо сделают не то, то у нас те же функции, что и были, юридическое, там, все эти функции, они тоже работают. То есть, мы можем с ним торговаться. Говорят, смотри, ты меня подвел вот здесь и здесь. То есть, давай объективно посмотрим, у тебя было какое задание. Вот тебе проем здесь нарисован, а ты тут лепишь не проем, а дверь. То есть, кто виноват? Я или ты? Ну да, наверное, я. Давай подумаем, как это мы будем исправлять. Окей, сделаю за свой счет. Вот, а если бы этого не было, вы мне что-то прислали, я не разобрался, или я фотки не получил. Логично? Это один специалист. А если у вас несколько их или несколько проектов, и все можно забыть? То есть, насколько эта штука простая, вроде такая понятная вещь. И подписи, видите, где что находится. Визуализатор может поставить камеры прямо туда же. То есть, мы думаем наперед, как мы будем делать это все сами. Это как раз-таки должен делать мозг дизайнера. Мы должны это делать. Так, фоткаем. Вот, кстати, это окно, помните, да? Так, окно. Ну вот, такая штука. Дальше. Дальше у нас есть план обмеров. Мы выезжаем на обмеры. Есть отдельная история, как быть обмерщиком. Собственно, у нас есть тоже технология. Если кому интересно, посмотреть у нас на YouTube-канале есть, где я записывал ролик, да, как это делать правильно и быстро. Вот, и после обмеров мы помещаем это тоже в техническое задание. Почему? По тем же самым причинам у нас чертежник будет работать, это его исходник. Чтобы никто не сказал, а у меня были другие данные. Нет, дружище. Все получили одно техническое задание в одном PDF-файле. Поэтому у тебя не могло физически быть других данных. По сути, у тебя никаких данных больше и не было. Ты либо получил файл и его открыл, или не получил и не открыл. Как ты работал? Ну и все. Уже никаких вот там боданий не получается. То же самое и здесь. Ну и плюс ты клиенту показываешь, что вот это вся работа, которую мы сделали, и за это мы просим 60 тысяч, например. Он говорит, ну да, в целом нормально. Обсудили функциональные зоны. Функциональные зоны мы обсуждаем до работы с планировочным решением. Одна из основных проблем, которые есть у дизайнера с клиентом. Клиент, думаю, сейчас вам планировку притащит. Сейчас вам принесут планировку, и ему он будет выбирать. Он так думает. А ты ему приносишь техническое задание. Говорит, а где планировки? Вот, это надо обсудить желательно заранее и объяснить, почему у планировки нет у вас задачи сейчас планировку сделать. Почему? Потому что планировку, если вы будете делать, будете делать угадыванием. А угадывание – это варианты и проблема. Ну то есть, по сути, и для вас, а на самом деле и для него. Если он согласует какую-то планировку, которая ему визуально понравится, но она не будет учитывать всех его пожеланий, физически не будет учитывать, потому что невозможно сделать планировку, не собрав все эти данные. Зачем вам планировка, которая не отражает все ваши данные? Ну, наверное, ни к чему. Ну, многие просто клиенты говорят, давай ты принеси варианты, мы с вами поделаем. Да, мы поделаем, но ты потом меня же обвинишь в конце, а где я буду хранить там свой сноуборд или где я буду хранить свою гитару? А мы же про нее не обсудили. Да, забыли. Ну, делать-то нечего, надо переделывать. Ты же дизайнер должен был спросить. Ну, я же вас спрашивал. Ну, да, я тогда забыл. Забыл. Вот, поэтому вы говорите, именно чтобы таких ситуаций не было, да, мы сейчас лучше поработаем здесь, обсудим в целом. Планировку мы сделаем, какая вам нравится. С первого, с пятого, с десятого, с двадцать пятого варианта мы сделаем идеальную для вас планировку. Ну, давайте, пожалуйста, последовательно. Ну, да, согласен. Тогда последовательно. Функциональное зонирование понятно, что такое? Это где, что будет. Причем на техническом задании вы не спорите, не обсуждаете, где будет. Вы говорите в целом, как клиент хочет, чтобы это было. Ну, то есть, мы вот такие вот эти по плану. Он говорит, здесь я чувствую, здесь будет у меня либо гараж, либо бильярдная. Окей, записали. Здесь у меня будет там гостиная. Тут у меня будет кухня. Он сам это решает. Он уже чаще всего знает, где у него что будет. Если он говорит, я ничего не знаю, такие, окей, давайте действовать, думать логически. Здесь у вас что, лестница? Где? Вот здесь лестница. Тут у нас зона одна, зона два. Где у вас выходы? Здесь, здесь, здесь. Логично, что кухня будет здесь, потому что коридор мы не поставим. Сюда, наверное, тоже как-то будет глуповато, потому что тут окна, тут нету, тут камин. То есть, тут нет стен, куда кухню поставить. Ну, да, кухня сюда. Все так и записываем, кухня сюда. То есть, мы можем именно, планировку мы не можем обсуждать на первой части, а функциональные зоны можем и обосновывать решения. И наша задача, как можно больше обоснованных решений принять здесь, когда мы прямо на анкетировании. Это очень клево, если вы это примете. И, по сути, когда вы все это сделаете, вам придется дома просто оформить планировку, когда вы сдадите эту тему. Вот так делается техническое задание. Понимаете, почему с таким техническим заданием получается единственное верное решение? Оно согласовывается со скольки раз? С первого раза, конечно. Потому что, если вы сделали что-то не то, то, по сути, это вы ошиблись. Но это вопрос к вам. Тогда вы переделываете. А если клиенту не нравится, вы такие обсуждаете. Окей, ну мы обсудили это, это, это. Вот я сделал. И вам презентовать легче. Говорит, смотрите, что я придумал. Вы сначала крутите ТЗ. Говорит, да я это уже видел. Давай уже к делу, к планировке. Говорит, да, да, сейчас перейдем. И дальше рассказываете. Смотрите, мы обсудили первое, второе, третье, пятое, десятое. И вот на основе этих данных, вот на функциональном зонировании, прямо вот распечатаете где там оно, печатаете функциональное зонирование, еще раз с ним проговариваете, что мы обсудили с вами следующее, что на первом плане будет вот это. И вот как я решил эту задачу. Он уже не может сказать, что типа давайте подумаем. Мы же решили вместе здесь об этом. Вот это самый-самый кайф, когда, ну, по сути, вы все делаете как надо. А если он говорит, ой, ну я подумал, понял и решил, что что-то надо поменять. Давайте, и тогда мы откатываемся на тот вариант, который мы уже с вами обсуждали. Да, давайте, но не за мой счет. Или за мой, но это стоит денег. И помните, что вы мне должны. Ну, должны не обязательно денег, должны там что-нибудь полезное. Ну, может быть, другую посоветовать. Сейчас, давайте я, наверное, отвечу на вопросы. Будет интересно на вопросы, если я поотвечаю? В целом, как вам концепция, история вот эта клевая? Это вот самое-самое то, что должно быть. Это вот опыт вообще всего. И каждую эту тему, каждую часть я могу прям логически объяснить и эмоционально объяснить через боль, которая была, и через потери денег. То есть это идеальная схема, на которой мы уже работаем несколько лет. И всегда все проекты, даже не только я, а мои студенты, кто делает, они согласовывают точно так же с первого раза по моей методике. Идеальная штука. Это не просто так, потому что я там хвалю эту опыту. Просто, ну, это действительно так. Потому что это уже подтверждено. Хотите посмотреть, как получилось в итоге? Да. Сейчас я отвечу на вопросы все. Сейчас покажу сначала проект. Вот этот проект. Это то, что получилось. Это мы входим. Этот рисунок, я его торжественно с одного французского проекта позаимствовал. Ну, он красивый просто мне понравился. Почему нет? Вот. Значит, в чем тут суть? Тут еще интересная штука. Мы тут конструктив меняли. То есть мы когда пришли, мы говорим, давайте дырку резать, потому что она нам нужна, чтобы было красиво там второй свет. Ну, и здесь вот там. Короче, мы как сделаем? Мы здесь физически… Вот, кстати, планировка, которая получилась. Входим. Видно, да? Планировка. Как мы презентуем? Помните функциональное изонирование? Вот мы так и презентуем. Входим. Здесь вы там разденетесь. Дальше заходим. Центральный красивый холл. Красивые лестницы, которые на второй этаж. Здесь у нас зона большая, значит, столовая. Молодец, спасибо. Здесь гостиная, камин, все дела. Тут для завтраков, тут у нас кухня. Тут бильярдная, решили. Тут спальня. От спальни гардероб сюда. Вот это ванна, помните, у окна. Классно. Вот я ему это показываю. Здесь прачечная у вас под лестницей. Он говорит, да, нормально. Ну, к чему-то придраться. Не придерешься вообще. Как ты это что поменяешь? Ничего не поменяешь. Говорит, все, с первого раза согласовано. И теперь давайте смотреть. По стилю здесь, по сути, мы сделали как? Это классический такой стиль с каким-то современными элементами и с элементами немножко востока. То есть такая вот как бы смесь небольшая. Ну, вольная интерпретация. Вот как получается. Я просто сейчас помотаю. Если интересно, вы сможете посмотреть, как более подробно это выглядит. У меня на сайте. Зайдете вот 500 метров дома. А? Название. 500 метров СНТ Надежда. Какая концепция? Что вы имеете в виду? Не, это не надо. Зачем это надо делать? Никаких домов феев, там раннего рассвета или еще вот это. Это все делается, когда нет понимания, что нужно клиенту. Я вам дал сейчас сценарий, когда вы четко знаете, что делать. Все остальное это. Ну, вы в доме феи, что ли, живете или в доме принцессы? Нет. Вы живете просто тупо в доме, который вам нравится по каким-то критериям. Ну, как бы, почему клиент должен в доме феи жить? Не надо этого делать. Это просто, ну как, это делается для чего? Для того, чтобы какое-то упражнение было, типа там, тестовое задание. Я против, на самом деле, подхода обучения, когда вы делаете виртуальные проекты. У меня вот, когда мы учимся, я 7 месяцев учу на дизайнеров, я даю реальный проект. И прям даю, вот как есть. Он говорит, мне ничего не понятно. Я говорю, ну у тебя в жизни будет еще хуже. Тебе пришлют вообще ничего не понятно. Давай разбираться, где чертежи, где эти самые, где фотки. Ты разбери их, отсортируй. Как ты в жизни будешь? Тебе дадут заказ, ты скажешь, а где мои данные, мне надо вот это. Ты скажешь, ты дизайнер, ты разбирайся. Поэтому мы окунаем человека всегда. То есть мы даем правила, мы даем инструкции, и мы даем всегда, что ему нужно делать. Мой подход в этом заключается. Что вот тебе как надо, и ты иди делай, вот тебе инструкция. Если что-то не получается, ты спроси. У меня два раза в неделю обратная связь. То есть я лично комментирую, ну ввиду каждого человека, кто хочет. Естественно, кто-то сдается, а кто-то делает. То есть тут как и в жизни все. То есть тут такого нет. Вот. И когда они это делают, собственно, вот эти все задания, у них получаются вот такие проекты. Это я делал с одним из наших выпускников, визуализатором. Я тут придумал дизайн. Здесь какая главная задача была? Что вот идея, да, вот как вы говорите, она у меня не оформлена, типа как дом фея. Но идея есть, идея и концепт, это как бы другие вещи. Сейчас я объясню, вы увидите, в чем тут суть. Значит, тут вся вот эта зона, вот эта вот, вот эта зона, она как бы, ну, дом вообще сам по себе интересный, красивый получился. Ну, как бы, и просто прикольный, архитектор здесь был хороший. Вот. Но тут была проблема в чем? Что здесь вот был, ну, как бы конструктив был. Все закрыто было, и была зона одна, зона вторая, зона третья. Моя идея была следующая, что давайте все откроем и сделаем такую, как бы, систему, так как ему классика нравится, я говорю, давайте классику и делать. А что такое классика? Что такое классика в основном? Самое главное, что в классике? Болодцы, да, симметрия, конечно. Я говорю, давайте вот мы сейчас структурно сделаем именно структуру всего. И я смогу объединить. Я ему показал, как я ему объединил, что колонна здесь, колонна здесь, здесь, здесь. То есть везде у нас получается симметрия. И я говорю, да, но нам надо единственное снести несущую стену вот здесь. Он говорит, блин, что обязательно? Я говорю, да, вот видите ось красная? Короче, это ось красная, и она не терпит, что будет не по оси. Поэтому сносим. Вот этот проем мы сносим. И за счет этого мы заходим. Мы видим все, что там в саду творится. Мы видим все, что, когда спускаемся с лестницы, что творится здесь. Видите, да, оси. Мы видим вот отсюда. То есть у нас такой вот со всех сторон получается вот этот прострел. Это вот дизайнерская работа. Он говорит, да, классно. Я когда ему это объясняю, все даже по планировке, он говорит, да, я уже начинаю видеть. Все супер, представьте, когда мы нарисуем это все. Вот, и вот эта штука получается, вот мы заходим, слева, то, что вот мы снесли и сделали вот эти арочки, понимаете, да, туда мы видим эту часть, туда мы видим там следующую часть, вот эту штуку нам пришлось вот выровнять, вот эту, чтобы она была. Ну, короче, мы здесь как бы дизайнерскую архитектурную работу сделали, на самом деле ничего сложного, потому что все идет по осям. Учили вас по осям, да, работать? Нет? Дизайнерская история, это история по осям. Вот вы проводите оси и привязываете к ним симметрию, неважно это в классике или в современном. Ну, это технология дизайна, одна из. Тогда все получается. Так, значит, это мы посмотрели. Вот, вот, вот здесь я хочу обратить внимание. Смотрите, вот эти вот, кажется, такой большой портал массивный, да, как будто вот это такие колонны, да? Вот это то, что нужно. На самом деле это всего лишь стены, и мы их просто сделали как будто такими мощными колоннами. И у нас получается как будто вот это такой портал. И мы находимся как будто в античности, да, и видим вот этот вот массив. И это очень красиво. То есть это красиво, классно, здесь никакого декора не надо, тут не надо штукатурить чего-то. Тут просто белый гипс или белая покраска, и смотрится это просто шикарно. Это смотрится, ну, то есть вообще больше ничего не нужно. Вот, за счет формы работаем. Этот дизайн получается, ну, как бы такой, короче, к нему не придерешься, он вне времени и всего остального. Дальше мы можем украшательства какие-то включать, допустим, там вот, ну, это уже темы такие, типа там штукатурка, там еще какие-то вещи. Ну, если они нужны, вот он хотел там какие-то рисунки, на потолке там какие-то рисунки, вот здесь там состаренный камин, все остальное. Но структура всегда остается. Это то, что вы говорите, общая идея. И общая идея, мы придумали, что это структурно сделано все однотонно, и вокруг этой структуры мы расставим мебель различную, конфигурации. Вот как это выглядит. То есть здесь везде все симметрия. Проект на самом деле интересный, большой. Вот смотрим туда, да, на камин от кухни. Вот хозяйка готовит, и за барной стойкой, где там она вот за этой барной стойкой, видит такую красоту. Офигенно же. Всего лишь надо было снести вот эту стену, и получается такая же штука интересная. Это с лестницы, когда мы спускаемся. Вот еще тоже мы сделали такие арки, добавили. Вот такие штуки. Ванна, одна из. Все сделано по тому техническому заданию, ничего не придумано, все сразу же вот как делали, так и согласовывали практически. Спальня, отсюда телек выезжает. Почему телек выезжает, мы не могли сюда разместить, там была, там гардеробный вход уже. Ну то есть физически не получается. Ну и окей, здесь телек выезжает, смотрится. Спальня. Ванная комната. Сейчас вы увидите, вот ванна получилась здесь. Душ. Вот окно. Такая штука тут. Красивая? И вот тоже, да, такая вот. Ну супер. Вот они сейчас это все делают, вот так вот. Здесь какая-то роспись. Ну причем это все, ну тут как бы нет такого. То есть мы одну концепцию приняли и дальше по всему дому гоним. Одни и те же профиля и одни и те же рисунки. И почему нет? Это билярная. То же самое, все просто классическими этими панелями забили. Второй этаж мне очень нравится, как получился. Помните? Такой вот. Вот, это тоже мы отрубили им. Говорю, давайте или повесим вам с потолка люстру повесим. Говорю, блин, ну как-то не хочется рубить. Говорю, надо рубить. Зачем вам эта зона? В общем, у него там был какой-то проем, но он был не симметричный. Не знаю, почему архитектор так сделал. Говорю, давайте рубить еще. Мы еще полтора метра отрубили и получилось все равно классно. Вот план. Здесь у нас зона такая гостиная. И вот видите, почему рубить надо? Потому что симметрия. Вот она. Я говорю, можно не рубить? Нет, нельзя. Никак не получается. Обязательно надо, чтобы симметрия была. Иначе это уже будет не классика, непонятно что. Вот, получилось все клево. Такая вот гостиная. Это южная сторона, там все красиво. Здесь мы сделали отражающую поверхность. То есть видно, что там еще внизу творится. Вот туда. Она под наклоном? Да, да, это под наклоном. Это не самое как бы клевое решение, но здесь лучше, что-то я больше ничего не придумал, но, наверное, неплохо. Что мы здесь видим? Мы видим отсюда свет из... С первого этажа, там дверь стеклянная, мы видим. А с первого этажа мы видим, что здесь творится. То есть очень прикольно получается, что солнце оттуда идет и попадает сюда. Вообще это как бы не сильно классическое такое решение, но думаю, а почему бы и нет? Мы захотели и сделали, кто нас остановит. Вот здесь у нас пол такой получился и вот такие же элементы здесь в поддержку. Ну и вот такую роспись мы придумали просто вот поверху, чтобы оно как бы не скучно было. Это современная комната как раз для двух братьев, близнецов. Они говорят, мы в современную хотим. Не вопрос, пожалуйста, у тебя современная. С такой вот яхточной историей. Почему нет, красиво. Еще одно прикольное решение для дизайнера. Когда делаете, не мельчите никогда. Как можно более крупные поверхности делаете. Это просто красиво. Ну то есть в жизни не надо, чтобы там везде-везде было... Это одна из ошибок дизайнеров, которые... Ну я учу тоже по дизайну. Мне присылают работы, где там, короче, много-много всего накидано. Не надо. Берешь поверхность полностью. Это всегда лучше выигрыш не смотрится, чем много всякой фигни маленькой. Так, это вот старший сын, там 18 лет, он там на юристы учится, у него поэтому много книг и такой английский стиль. В целом вот эти вот все решения, там мансардный этаж, как вы уже догадались, вот они достаточно похожи. А? Вот это? Да, штукатурка. Штукатурка с росписью. Клевая тема, да, оно прям очень красиво получается. Мы делали такую штуку. Вот, современный еще санузел такой с каким-то восточным рисуночком. Вот девчонки тут живут. Одна, по-моему, девушка. Тоже мансардная. То есть, видите, оформление по мансардной, только цвет другой. И везде вот этот вот элемент один и тот же, видите, с подсветочкой. То есть, там закарнизная подсветочка. Компания. Орлайт рекомендую. Наши участники дизайн-конференции. Я у них тоже просто сам закупаю, нормальные ребята. Кому светодиоды, компания Орлайт запишите. Да, мы можем же? Можем. Мы будем довольны. Будет довольны, все. Ну, и действительно, самое клевое, ребята. Пока из кого я видел. Может, я кого-то не знаю, но вот на данный момент так. Так, что еще? А, вот мне нравится тоже еще этот санузел. Клевый получился. Опять же, смотрите, всего лишь стены. Как мы их усилили? Просто, по сути, гипсом добавив. И получается совершенно другая история. Да, ванная? Классическая такая тема. Детская ванна. И витражек, который вот любит клиент. Гардеробные девочки. Ну вот. А, и, собственно, у меня еще есть рабочий проект, как это выглядит. Кому интересны детали и внутренности, ребята, вы можете посмотреть. Вот здесь зайти потом на сайт и поковырять все, посмотреть, как это сделано. Как выглядит физический рабочий проект. Качественный. Который был сделан. Вот что мы сносили. Все, что я рассказывал. Все полезно, интересно?